У меня очень долгая, пёстрая и интересная жизнь. Так говорит о себе ветеран труда, автор семи поэтических сборников Наталья Чаклина-Горбачёва. Несмотря на почётный возраст, через месяц ей исполнится 87, в глазах Натальи Васильевны постоянно сияет живительный огонёк. Помню щели в Павловском парке, сирены тревоги в первый раз. И в этот год, к дню рождения подарки, от брата детский противогаз. Помню мрак в товарном вагоне, чей-то плащ, пролетевший снаряд, и на затемнённом пустом перроне последний раз в жизни мамин взгляд. В мире выросли дочери, внуки, но мы по-прежнему дети войны. Память об этой печальной науке мы и потомкам оставить должны. Войну девочка провела в Свердловске вместе с отцом, полевым хирургом. После уроков Наталья собирала металлолом для уральских заводов, отправляла посылки на фронт, шила кесеты красноармейцам. В памяти Наташи Чаклиной на всю жизнь сохранились посещения военного госпиталя. Школьники устраивали концерты для тех, кто вновь собирался на фронт. Женщины допоздна работали на заводах, у станков, заменяя мужчин. А после того, как детей нужно было забирать из детского сада, вечером мы занимались этими детьми. А когда подникали ночные смены, комсомольцы и старшеклассники приходили к нам на смену и ночевали с этими детьми. После войны Наташа поступила в педагогический институт, где увлеклась поэзией. По воле судьбы вышла замуж за военного, вслед за мужем уехала в Беларусь. Здесь Чаклина живет практически полстолетия. С любимым блокнотом для творчества литератор никогда не расстается. Недавно Наталья Васильевна выступила в качестве составителя, редактора и соавтора поэтического сборника «Память огненных лет». Поэтесса признается, на эту работу не жалко ни времени, ни сил. Голос Левитана сообщил о том, что война окончена. И тогда все высыпали на улице, на площади. Но это зрелище непередаваемо словами. Все обнимались, целовались, звучали оркестры. Для своих читателей Наталья Чаклина давно стала примером для подражания. Еще в начале 40-х она определила для себя всякий ветер, даже дующий прямо в лицо, будет попутным, если быть сильным духом. Богдан Подлудский, Светлана Смык, телекомпания Воен-ТВ. Специально для программы «Наше утро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok